Здравствуйте, уважаемые телезрители! На ЛАТО 24 программа «Социум». С вводом в эксплуатацию электролинии Даткакимин страна достигла полной энергетической безопасности и независимости. Это, естественно, повлияло прежде всего на подачу электроэнергии кыргызстанцам. О работе этой мощной ЛЭП мы поговорим с начальником группы реализации проектов Национальной электрической сети Кыргызстана Рустанбеком Имашевичем Раимкуловым и экспертом-энергетиком, заслуженным энергетиком СНГ Бекбо Джумадыловичем Мамабековым. Здравствуйте! Спасибо большое, что вы нашли время и пришли к нам в студию, чтобы ответить наши вопросы. Очень интересно, закончилась зима. Как прошел осенне-зимний период? Как в это время работала линия электропередач? Я, наверное, отвечу. То есть, во-первых, наверное, надо отметить, что в проект Датка Кимин, кроме линии передачи, то есть, включая в себя как строительство и самой подстанции Кимин, в второй очереди подстанции Датка, линии 220 кВт. Кроме него реконструкция как связи, релейной защиты и противорийно-автоматики Северо-Азербайджанской Республики. То есть, она была введена в августе 2015 года, объект. С тех пор, получается, она проработала осенне-зимний максимум с 2015 на 2016 год, с 2016 на 2017 год. То есть, вот эти два осенне-зимних максимума, то есть, она проработала в штатном режиме. То есть, таких больших, не то что больших, а вообще не было такой аварийных ситуаций. То есть, проработала очень хорошо. И как это повлияло на обеспечение населения электроэнергией? То есть, сводом этой подстанции, то есть, было еще установлено батареи статических конденсаторов, которая улучшает, то есть, напряжение, качество напряжения. И кроме того, что создали вторую линию 500 киловольт с юга на север, то есть, и обеспечили качеством электроэнергии потребителей. Бекут Джональд Былович, скажите, пожалуйста, почему мы говорим, что мы достигли полной энергетической безопасности и независимости? Давайте напомним нашим телезрителям, от кого мы зависели? Сколько нам нужно было средств платить за то, что линия электропередач проходила по территории другой страны? Да, вы правы. До 2010 года мы полностью зависели в части доставки той электроэнергии, которая необходима для снабжения севера, я имею в виду Чуйской и Секуйской на Рынской области. У нас раньше существовало только одни линии, Токтагульская и Фронзенская линии, обсоединенные в сокроводные линии. После строительства Датха, Датха-Кимин линии, подстанции Кимин, мы обеспечили, правильно надо говорить, независимость нашей республики, создание внутреннего кольца. Раньше мы тунеры, которые вырабатывали через Токтагульская каскада, вынуждены доставлять через Узбекистан и Казахстан. Для этого тратили большие деньги, почти полмиллиарда самов, 9 миллионов долларов. Различные перепоны, препятствия были. Поэтому вынуждены были, помните, ограничить иной раз, то есть обеспечить надежность, безопасность потребителей было трудно. Вот после завершения этого проекта, который завершился, как здесь сказано, в 2015 году, мы полностью обеспечим сейчас энергозависимость, энергобезопасность нашей республики. Снабжение стало нормальным, потому что стоит две линии. Были проблемы, помните, в прошлом году немножко линия была аварийной состоянии из-за погоды, но обеспечить по второй линии никаких проблем не было. Но еще что можно сказать о преимуществах этой стратегической линии? Преимущество то, что, допустим, во-первых, мы сами себе обеспечим, доставляем, вырабатываемой нашим ГЕСом электроэнергии по всем районам, по всем областям без проблем. Раньше я же говорил, надо было вести переговоры. Различные были препятствия, были ограничения. Это вынуждено было ограничить отдельные районы, отдельные области, отдельных потребителей по снабжению электроэнергии. Сейчас этих проблем нет. Более того, стратегически имеется смысл задачи. В развитии нашей энергосистемы это большая задача, большое решение этого вопроса. Потому что нам необходимо развивать мощность, строить ГЕСы. Вот мы говорим, Верхний Рынский Каскад, Токтагусь, это Камбаратинский ГЕС-1, оставшиеся, допустим, агрегаты Камбарата-2. Мы реконструируем сейчас Токтагуський ГЕС, реконструируем другие, допустим, строим, допустим, как и Рынский ГЕС или Харикачинский ГЕС. Для этого необходимо строить линии или, допустим, дополнительные. А уже нас построим. Через эти линии можем обеспечить развить нашу энергосистему. ЛЭП ДТК КИМИН называют проектом века. Расскажите, пожалуйста, сколько лет строилась эта подстанция? Были какие-то трудности в реализации этого проекта? Ну, во-первых, наверное, здесь надо отметить, что линия ДТК КИМИН является второй фазой проекта. Первой фазой проекта была модернизация юга энергосистемы Кыргызстана. То есть со строительством первой очереди подстанции ДТК и линии 220 кВт, то есть первой фазой была обеспечена независимость электроснабжения юга Кыргызстанской республики. То есть и с этим как бы была первая фаза решена юг Кыргызстанской республики. А со строительством подстанции линии ДТК КИМИН, то есть уже севера Кыргызстанской республики. Ну, здесь трудности, то есть можно, наверное, во-первых, сказать как бы уникальности некоторых моментов. То есть это было, когда строительство линии, это базар в Кыргонском районе, там есть ореховые леса, и то есть было изучено, до какого максимума может вырасти орехи. Это делалось для того, чтобы не было вырубок, то есть ореховых лесов. Да, интересный момент. И то есть учитывался уже высота опоры и то есть перетяжка самого провода. То есть там уже использовались беспилотные дроны и строилось. То есть один из больших тоже моментов. А, ну вот базар в Кыргоне именно использовался уже сечением даже провода усиленной. Кроме него мы, получается, этой линией совместно построена, то есть волоконно-оптической линией связи. То есть она выполняет две функции. Это как раззащитного троса и в то же время это связь по оптиковолокну юга с севером Рыской Республики. Кроме него впервые, можно сказать, использованы современные микропроцессорные управления. Также и противорейной автоматики, релейной защиты. Ну вот такие были моменты. Ну и с трудностей можно отметить, что больше 90% линии проходит это по горной местности. То есть для строительства одной опоры в некоторых местах строилось несколько сот метров подъездных дорог, чтобы поставить туда эти опоры. То есть непосредственно перевозились. Ну и, естественно, скальные грунты. Это все создавало... Высокая 3000 метров. Есть, то есть переходили через три очень больших перевалов. Это перевал Шилдерак, Кыркыс и Терджайлё. Больше где-то 3000 метров. И максимум вес опоры у нас достигал до 88 тонн. Это вес только одной опоры. Ну а всего по трассе у нас 929 опор. Все установлено. А почему важно говорить о сроках эксплуатации? Какие гарантии дают подрядчики? Ну, согласно подписанного контракта, после завершения гарантийный период нам давался один год. Этот гарантийный период уже прошел. То есть у нас после завершения была приемка государственной комиссии. По истечении одного года, то есть гарантийного периода, у нас уже создавалась внутренняя уже энергокомпания, рабочая комиссия. То есть тоже выезжали, смотрели. То есть по контракту гарантийный период один год. Но, кроме этого, у нас с подрядной компанией было предусмотрено, что они после завершения строительства еще два года будут обслуживать данную линию. То есть этот срок заканчивается в августе 2017 года. Ну, вот такие гарантии. А кроме него, по сроку службы, это не гарантия уже, срок службы, то есть мы в свое время, будем говорить, требовали от подрядной организации, чтобы они дали сроки службы оборудования. То есть это составляло, в зависимости от оборудования, от 7 до 50 лет. То есть срок службы этих оборудований. А перспективы есть развития у этой станции? Да, перспективы развития есть. Потому что нельзя говорить, только мы построили две подстанции, да, как именно все. Мы наравне вот с этими двумя подстанциями, мы построили еще дополнительные линии электропродаж 220 кВт. Мы на юге соединили, допустим, подстанцию Тюребаева, подстанцию Кристалл и подстанция, допустим, Большая, Алай, вот это дополнительно было построено, большие линии электропродаж 220 кВт. А вот на севере тоже мы построили еще дополнительные электропродажи, потому что раз подстроили подстанцию, надо иметь сеть разветвленную на низких киловатт, я имею 220, они были построены. Это позволено обеспечить, допустим, бешкетки, дополнительные, допустим, надежные электроснабжения, как в любое время, допустим, в часы пика, максимума, в любое зимнее время, в летнее время. То есть будет надежное электроснабжение всех потребителей, всех районов, всех городов. Это одно. Другое, допустим, смысл развития. Это вот строительство вот этой линии двух подстанций позволит, я же говорил, со строительством новых мощностей, с развитием новых мощностей, облегчает строительство других дополнительных линий, низковольтных линий, я имею в виду, для лучшего электроснабжения нашей республики. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня мы говорили о работе электролинии Датка Кимин с начальником группы реализации проектов Национальной электрической сети Кыргызстана Рустанбеком Имашевичем Раимкуловым и экспертом энергетиком, заслуженным энергетиком СНГ Бигбо Джумандыловичем Мамадбековым. Оставайтесь на Лату-24. Всего доброго. Спасибо вам большое. Еще раз вас с праздником. Продолжение следует... Продолжение следует...